Всем большой привет ВКонтакте и в Инстаграме. С вами Анвар Бегтимиров, Аха Майтри. Будем играть на варганах, разговаривать про частоты. Важным моментом я сегодня буду выделять гласные и согласные буквы, которые мы произносим во время игры на варгане, и то, как они влияют на наш организм. То есть, есть целое направление звукотерапии, произношение гласных, где каждая гласная и согласная меняют наше состояние. Вот, к примеру, буква А способна поднять энергию в нашем теле, а буква И может гармонизировать работу нашего головного мозга. Вот, поэтому пока вы заходите на прямой эфир, я буду импровизировать и вам рассказывать много полезных новостей из мира звукотерапии. Сейчас я буду играть на варгане лист в 444 Гц в ноту ля. Субтитры делал DimaTorzok Такое приветственное начало варганное, да? У меня такой же. Как правильно ухаживать за варганом? Как правильно ухаживать за варганом? Во-первых, протирайте язычок инструмента, да? То есть, чтобы он не был слишком влажным. Так-то сам инструмент из нержавеющей музыкальной стали, но протирать все равно рекомендуется. Также ни в коем случае нельзя, чтобы вот колены или изгиб язычка, вот этот язычок, да, не гнулся. То есть, желательно его хранить в кейсе для варгана, да? Или в чехле. Чтобы ровный язычок всегда был. Другой момент это именно удар, да? Чтобы у вас не было того момента, что вы неправильно бьете. При неправильной игре язычок тоже может сломаться. Я уж не буду показывать, что за неправильно. У нас есть вводные уроки. Когда вы приобретаете варган, мы отправляем 14 уроков, где Ильдар подробно в первых двух частях объясняет звукоизвлечение с варганом. Вот. Сейчас я в руках держу, кстати, варган Тесла частоту строй нот 528 герц, а нота ре диез. Один из эфиров, я думаю, посвятить как раз-таки более подробному, что значит 528, 432, 440, 444, да? Кратко скажу, что строй нот это целая такая таблица, где стандартные ноты делятся по частотам в зависимости от высокочастотных, среднечастотных, басовых, ультрабасовых и так далее. Дело в том, что вообще сам человек способен улавливать определенный диапазон герца, герца самого звучания. И это как раз-таки с 16 герц до 20 тысяч герц. На сравнение именно с животными, как они воспринимают звук, тоже скажу. 1 герц это одно колебание в секунду, то есть вот есть амплитуда, да? Бабочка, к примеру, воспринимает звук с 8 тысяч до 160 тысяч герц. То есть она может ухватывать супер-супер ультравысокие звуки, которые для человеческого слуха недоступны. Вот, но и может не улавливать низкие частоты, которые мы улавливаем. Вот, дельфин, у него, конечно, огромный диапазон, это с 40 герц до 200 тысяч герц. И надо уделить внимание дельфинам в том плане, что это млекопитающие, которые способны общаться телепатически. Прервался эфир, тут, к сожалению, позвонили. У дельфинов, у них оба полушария устроены таким образом, что дельфин не спит, спит только одна часть его мозга, а другая бодрствует. И вот так меняется. И, соответственно, на одну область мозга приходится гораздо больше действий. И есть возможность напрямую общаться со своей внутренней сутью или подсознанием. Я не знаю, как они себя там воспринимают, но дельфины очень умные животные, общаются они телепатически. И вот за один момент общения они передают очень большую информационную волну друг другу. И поэтому они и звуки воспринимают очень тонко. Вот. Кошка, к примеру, может воспринимать с 250 Гц до 100 тысяч Гц. И поэтому она улавливает, если у вас дома есть кошки, улавливает частоты, которые телефон издает, Wi-Fi, супер микрочастоты. В высоком порядке, да. Потом кузнечик с 50 до 50 тысяч Гц. Летучая мышь с 2000 до 150 тысяч Гц. Летучая мышь, при том, с помощью вот этих высоких звуковых колебаний и создают рисунки в своей голове. То есть они через звук воспроизводят в своем мозге картину мира. И если бы у людей не было бы глаз, были бы только уши, то, скорее всего, частота восприятия звука была бы совершенно другой. Медведь воспринимает с 300 до 70 тысяч Гц. И именно поэтому медведи боятся таких сильных звуков. Они шугаются. И у них очень тонкий слух. И чтобы медведь не напал, к примеру, специально вешают колокольчики. У колокольчика высокое звучание. И человек, когда идет, колокольчик звенит. И, соответственно, медведь слышит этот звук и не подходит к человеку. А нападает он в основном из-за страха. Попугай воспринимает с 300 до 15 тысяч Гц. Это вот были такие небольшие сведения из мира людей и животных. Так, были ли вопросы? Так, у вас больше по варганам. Так что у меня такой же варган. Может, что-нибудь исполнить на варгане Тесла? Конечно. Давайте я сейчас исполню. Потом следующий вопрос тоже отвечу. Заглушкой как можно играть и двухсторонним боем? Тоже покажу. Давайте я покажу Тесла и на два вопроса отвечу. Сейчас просто сыграю на Тесла. И двухсторонним боем. Да, можно играть. Можно как с внутренней части, так и с внешней зажимать. Можно по очереди. Субтитры делал DimaTorzok То есть можно зажимать спокойно. Что на Тесла, что на Махадате можно так же зажимать. Так, были ли еще вопросы? Вопросов больше не было. Хорошо. Давайте я продолжу и потом еще раз сыграю на инструменте. Это в том числе для тех, кто на Ютубе будет смотреть записи. Есть вообще такое понятие, как звуковое лечение частотами. Это такая вспомогательная часть для лечения людей. В основе ее не используют. Хотя есть даже такое направление, как аудиомедицина. Ее создал Горяев. Сейчас его больше упоминают как псевдонаучный. Но когда это было его первое такое открытие, заявление, мы приглашали и с ним считались. Просто оказались еще другие стороны аудиомедицины, что можно звуком не только лечить определенной герцовкой, но и, соответственно, разрушать и менять свой субсихики. Один из таких моментов звукового излечения очень часто использовался у шаманов. То есть они либо с помощью бубна, либо с помощью игры на варгане лечили людей, входили в определенное состояние. И, к примеру, если бубном они определенную ритмику использовали, если варганом тоже ритмику и состояние своего внутреннего настроя, в котором их сознание находилось. Это, конечно, явление есть. И в Древней Греции были такие игроки, их называли псалты, они играли на гуслях. Гусль как раз псалты у них назывался. И они с помощью своей игры тоже помогали людям лечиться. Если мы берем вообще Древнюю Грецию, у Аристотеля в трудах как раз есть тема, посвященная музыке, то он как раз рассказывал, что музыка, игра на музыкальных инструментах, она служила для отдыха. И был даже такой момент, что у них много кто играл на флейтах, все любили играть на флейтах, и их в какой-то момент стали даже запрещать, потому что слишком много людей играло на флейтах. Но использовали другие музыкальные инструменты. Возможно, варган в Древней Греции тоже был, потому что сам инструмент датируется уже более 5000 лет. Возьмем также такого деятеля, как Пифагора. Пифагор тоже изучал влияние музыки и ее лечение с самих музыкальных инструментов. И он сказал, что в целом музыка способна лечить душевные заболевания, лечить психически, физически людей. И он даже проводил свои первые такие опыты лечения звуком. Сам философ верил, что ежедневное прослушивание музыки полезно для оздоровления человека. И Пифагор также открыл гармоническую взаимосвязь между математическими уравнениями и музыкальными аккордами. Современная терапия звуком со времен Пифагор уже шагнула далеко. Да, есть уже дополнительные сведения, как ритмики, мелодики, частотности. И уже применение разных методик. Да, есть приборы, которые замеряют частот тела. И вот, к примеру, я и Эльдар, мы отучились на ворганотерапевтов и подчеркнули много полезных знаний по поводу того, как можно с помощью воргана регулировать свое внутреннее состояние или состояние других людей. Так, давайте я прочитаю, есть ли тут вопросы. Вопросы как таковых нет, но ВКонтакте есть, да? Так, ворган как будто восстанавливает. Благодарю своим вибрациям, такой звук лечит. Музыка вообще полезна. Да, музыка полезна. И также музыка может воздействовать на сам организм, благодаря своим частотам, да? Меняет наше эмоциональное состояние, ментальное состояние. Вот. И даже бывает так, что у некоторых людей мурашки по коже появляются, да? Либо какие-то физические состояния. Особенно вот, к примеру, про джендраму. У нас у некоторых есть такой отзыв, что вот в мозгах начинает шевелиться. Ну, с ворганом тоже есть, когда сам человек играет. А вот от прослушивания джендрама вот есть такие отзывы. Вот. Это что касается самой музыки, да? Музыка вообще способна лечить и бессонницу человека. И при том, очень странно, что этому явлению уделяет мало такого освещения, что ли, потому что больше людям говорят про антидепрессанты, про разные химические и лекарственные средства, но не говорят про то, что с помощью звука, про то, что с помощью вообще звукотерапии можно регулировать свое состояние. И как раз хотелось бы рассказать про звукотерапию гласных, да? Что с помощью разных букв можно менять свое состояние. Сейчас я сначала проимпровизирую на воргане. Вот раз на титановом воргане, вот таком, да? Цветок в жизни. Цветок в жизни. Цветок в жизни. Давайте я добавлю магнитик. Здесь есть возможность добавлять магнитики. И когда мы добавляем магнитик, мы не просто меняем тональность самого инструмента, мы вообще соприкасаемся с еще такой гранью, как магнитных полей, да, электромагнитных полей, потому что магнит создает, имеет свое свойство, свое поле, и он соприкасается со звуком, и такое, можно сказать, происходит МРТ мозга в позитивном ее ключе. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Вообще, еще помимо техник различных, дыхательных техник, можно еще комбинировать с движением глаз, то есть играть, поднимать глаза наверх, вниз, влево, вправо. Это тоже создает определенное состояние в плане вибрационного воздействия на глаза. И таким образом мы делаем и такую гимнастику для глаз, и их расслабляем с помощью вибрации звук. Можно делать это как с закрытыми глазами, так и с открытыми. Так, вопросов нет. Хорошо, я двигаюсь дальше. Теперь я хотел бы затронуть звукотерапию глаз. Дело в том, что это вы можете делать как с варганом, так и без варгана. К примеру, начну с буквы А. А способствует кутированию различных болей, оказывает лечебные действия на сердце и верхние доли легких. При острых респираторных заболеваниях оздоравливающее действие производит на весь организм и способствует насыщению тканей кислородом. Помогает он и при параличах. Мы можем пропевать в течение пяти минут букву А, к примеру. Я не буду ее пропевать, но вы можете сами попробовать замерить таймером, пропевать ее следующим образом. И почувствовать, как у вас вибрация по телу идет, какое состояние в голове происходит. И применять это с помощью игры на варгане. Вот сейчас возьму варган огонь. И буду просто букву А произносить разными техниками. Здесь только шепотом происходит. Субтитры делал DimaTorzok Это была буква А. Так, как можно дистанционно обучиться звуковой терапии на варгане? Если вы хотите именно в органотерапии обучиться, то вы напишите нам в личку, и мы вам подробнее расскажем по поводу этого. Если вы хотите именно общий как-то обучиться, то тоже напишите нам, мы вам все расскажем. Начнем с буквы И. И, да, вообще мы на эту тему тоже будем выпускать такой мини-курс. Да, он будет такой, он будет платный, да, но зато вы уже будете применять эти техники, знания на себе и на своих близких. Вот, к сожалению, ВКонтакте бывает притормаживает, но я очень рад то, что вы с нами. Буква И. Поможет вам в лечении глаз, ушей, недугов, тонкого кишечника. Он прочищает носовую полость и стимулирует работу сердечной мышцы. Давайте я букву И сейчас буду проигрывать на том же варгане, к примеру, огонь. Да, буду дышать, использовать разные платформы, нос, рот, горло. Продолжение следует... Это была буква И. Сейчас буква О, да. О лечит заболевания верхних и нижних дыхательных путей, бронхит, воспаление легких, трахеи, а также кашель. Снимает в этих органах спазмы и боли, облегчает состояние при туберкулезе легких. О, да. Давайте выделю уже на басовом цветке жизни сыграем, да, чтобы разницу еще и басовости прочувствовать. Потому что здесь еще разные направленности высокочастотных, среднечастотных и басовых тоже имеют свое значение. Вот, к примеру, на басовых варганах и ультрабасовых может достигать унтертонов. Унтертоны – это супернизкие частоты, которые соответствуют герцовке работы, ну, вот мозга, к примеру, да, вот там 10, 20 герц. То есть 20 герц – это работа бета-волн, 10 – это альфа-волны. По сути, достаточно просто даже глаза закрыть с открытыми глазами бета-волны. Вот, и, соответственно, играя на басовых, мы можем синхронизировать с этими частотами и с определенными частями нашего тела. КОНЕЦ Да, можно еще и язычок зажимать. Я продолжу, хотел бы еще выделить такой момент, что каждая буква тоже имеет свою герцовку. Вот, к примеру, буква А имеет область частот от 1000 до 1400 герц, да, вот то, что. И, соответственно, исходя из этих герцовок, он и влияет на определенные наши участки мозга и тела. А вот буква И – это уже от 2800 до 4200 герц, да, поэтому, к примеру, он и помогает при лечении глаз, у шеи, то есть верхних частей тела, ну и тонкого кишечника. А вот буква У уже с 400 до 800 герц. То есть разные вот эти края герцовок, они по-своему тоже влияют на наш организм. К примеру, есть еще направленность у даотских мастеров, да, которые применяли звуковое излечение, чтобы органы тела лечить, и у них есть техника целительная, да, которая прогревает, ну, прогревает, получается, сердечную часть для того, чтобы можно было легче уснуть. Мы можем это делать как сидя, так и лежа. Ну, если вы хотите прям лечь, то спать, то лучше делать лежа, закрыв глаза, сделать глубокий вдох и произнести, выдохнуть со звуком «Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи». представлять как все выходит весь воздух выходит из нас да и в какой-то момент вы начнете чувствуя такую легкость до пустоту и повторить ее можно где-то от трех до шести раз либо можно ее увеличить если к примеру не чувствуете сонливость перепили там кофе или после мероприятия либо эмоции вас либо мысли преследует до это вот такая техника ее можно применять также с в орган сейчас я возьму в орган фрактал возьму в орган фрактал вот уже начинаю чувствует такую легкость головокружение вот поэтому не буду идет долго как-то уносит попробуйте у кого есть в орган сейчас эту технику и почувствуете что я сейчас почувствовал да есть также звук с к примеру да звук с он вот если звук терапия помогает при лечении кишечника полезен для сердца сосудов и живет внутренней секреции это звукотерапевтическом если в дооском down то это отвечает как раз таки за легкий звук с когда мы до цвет у него белый вот и звук он напоминает как вот спущенная шина да и вот тоже в орган можно это использовать так а Продолжение следует... Вот, очень интересно, конечно, сочетание. Возьмем, вот еще с С, да, скажу, с 4200 керц до 8800 керц. И самый, наверное, большой, да, в своем диапазоне, это буква F. Да, с 5600 до 10000. Но на варгане буква F, она не будет слышна. То есть, вот есть, попробуй, да. То есть, очень слабо. Есть определенные буквы, которые хорошо слышны с варганом. Есть те, которые не слышны. Вот, к примеру, буква G и G на варгане, оно, ну, очень одинаково. То есть, вот G, да. И G. Очень одинаково. То есть, один и тот же звук. Если мы берем букву G, да, тут здесь я букву G не подготовил. Но зато есть буква K. К и Щ помогает при лечении ушей. У даосов буквы K особо и нет. Ну, вот по частотности. Буква K тоже не указана, да? Ладно. Давайте букву K. Есть при том, можно K как и K. К, и K звучит это. Есть еще K, да? Вот. Сколько у нас? Да, уже полчаса, да, эфиру. Вот. В принципе, по чуть-чуть я затронул, рассказал. Некоторые вещи я не успел рассказать. Да, но думаю, ничего страшного в этом нет. Сейчас вас порадую импровизацией. И вообще, если у вас есть желание приобрести в орган, то пишите нам в личные сообщения. Если вам этот эфир оказался полезен, ставьте лайки, пишите комментарии. Особенно это уже на ютубе когда выйдет. Сейчас играю на махабате. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень интересный вопрос... «Три медведя, я женат». Что касается самого эфира, он подходит к завершению. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всех обнял. Пока-пока. Продолжение следует...